Съемкам этого ролика я сопротивлялась очень долго. Во-первых, я искренне не понимала, кому нужна инструкция по посадке растений. Все и так все знают. Вот другое дело рассказать об экзотических видах и удивительных сортах. А во-вторых, ну, если уж делать инструкцию, то хотелось каждый пункт снабдить еще видеорядом. А зимой это сделать проблематично. Но моя коллега Валентина все-таки меня убедила. И мы решили в этом сюжете накидать тезисы. А потом по каждому пункту дать или развернутую информацию, или короткую видеоинструкцию. Все видео, посвященные посадкам, будут собраны в отдельный плейлист. Я не люблю инструкции по садоводству, так как на посадку влияет очень много факторов. Четкие инструкции нужны только при разведении химических препаратов и использовании садовой техники. Вот там инструкцию читать обязательно. Однако есть общие правила, и вот о них как раз и пойдет речь. Шаг первый. Выбор саженца. А вернее его ботанический вид. Убедитесь, что растение подходит к вашей климатической зоне. Спросите у продавца. Или поищите сами информацию о зимой и морозостойкости. О предпочтениях к почве и освещению. Если растение проходит по грани, то соизмерьте свои силы и условия участка. Чем более тяжелые водные, тем тщательнее должен проходить отбор. Как и во всем, переходите от простого к сложному. Работая продавцом в садовом центре, моей основной задачей было не сделать разовую продажу на большую сумму, а сделать так, чтобы покупатель приходил снова и снова. А для этого нужно было понимать, насколько человек давно занимается растениями. Давно ли у него дача? Есть ли у него уже взрослый сад? Если человек только начинал, то нельзя было продавать можжерельник блюстар, садовую гортензию или вигеллу. Такой набор растений после первой же зимы отбил бы всякое желание к садоводству. А вот менжулип, блюкапит или метельчатая гортензия дали бы уверенность в своих силах и желание продолжать. Таким образом, небольшими шажочками, мы подходили к растениям со злошной агротехникой. Но при этом с накопленным багажом знаний и уверенностью в своих силах. Шаг второй. Выбор кондиции. С выбором кондиции должно происходить то же самое. Если вы только начинаете, пусть ваши первые растения будут контейнерными. Безусловно, растения с комом земли в итоге растут и развиваются лучше. Но контейнерные лучше приживаются. И это неоспоримый факт. Плюс более длительный посадочный период. Шаг третий. Непосредственно выбор растений. При выборе растения вы обращаете внимание не только на цвет листвы или хвои, на прямой ствол или количество веток, но и внимательно осматриваете само растение, обращая внимание на всевозможные трещины и срезы. Если свежих срезов больше трех, то это должно вас насторожить и вызвать массу вопросов. Шаг четвертый. Выбор места и когда сажать. Мы говорили об этом, но еще раз повторю, что чем прохладнее климат, тем весенние посадки предпочтительнее. Если у вас жаркое лето и проблемы с водой, то осень лучше, так как осень – это пора дождей. Но здесь есть еще несколько решающих факторов, не зависящих от регионной погоды. Это выбор растений в садовых центрах. Весной растений всегда больше и есть из чего выбрать. А вот осенью в садовых центрах и питомниках выбор невелик. И выражение «остатки сладки» в данном случае не актуально. Мы, к примеру, последнюю машину получаем где-то в сентябре, а потом лишь в апреле. Правда, осенью есть сезонные скидки, но это уже совсем другая история. Подобрать удачное место для посадки тоже не так просто. Большинство растений предпочитают открытые безветренные места. В тени или полутени они не цветут, нет яркой осенней окраски. Или недостаток света может привести к гибели у растения. Так лиственные растения с красной и желтой окраской листьев нельзя высаживать в полутень. Большинство хвойных с голубой хвоей также предпочитают солнечные места. Есть, конечно, исключения, но их немного. И речь больше идет не столько о голубой хвои, а скорее о хвое стального сероватого цвета. Вообще, только по внешнему виду можно уже определить предпочтение растения. К примеру, растения с большим листом прекрасно чувствуют себя в тенистых уголках. Такой лист им нужен, чтобы в непростых условиях хоть как-то улавливать солнечный свет. Вспомните хосты, рододендроны, баданы. На солнце из-за большой площади испарения намного больше, и полив должен быть интенсивный. А вот в полутени и полив умеренный, и растениям комфортно. Ветренные места не очень подходят растениям с пограничной зимостойкостью. Высока вероятность вымораживания почек. Многие хвойные, особенно с тонкой хвоей, также избегают ветреных мест. И все по той же причине. Недостаток влаги и в хвое, и листе. Шаг пятый. Подготовка посадочной ямы. После решения всех вышеперечисленных вопросов и задач вы можете приступить непосредственно к подготовке посадочной ямы. Было бы просто, но неправильно сказать, копайте больше, глубже, и будет вам счастье. Или, к примеру, яма должна быть на 30% больше контейнера. Но не так это. Если у вас глинистая почва, то глубокая яма может стать ловушкой для растения. Мало того, что вы вымотаетесь, пытаясь выдолбить котлован в глине, так это еще не принесет пользу. Большая посадочная яма, заполненная рыхлым плодородным грунтом, станет дополнительным дренажным колодцем на вашем участке. И растение, в конце концов, вымокнет. Корни задохнутся и сгниют. Поэтому на глинистых почвах вы копаете не столько глубокую, сколько широкую яму в виде тазика. На песчаных, наоборот, посадочная яма глубже. Но какой бы глубины вы не сделали яму, и какой плодородный грунт туда не засыпали, при поливе и дождями все быстро вымоет. Поэтому нужно сделать замок. Если по классике, то глинистый. Но можно обойтись и любым подручным материалом. Я люблю суглинки. В таких почвах посадочная яма может быть процентов на 30-40 больше самого кума растения. Возможно, мне бы понравилась работа с черноземом. Но где же его взять в Ленобласти? Но, если честно, вряд ли. С нашими зимами и короткой вегетацией черноземы только бы усложнили жизнь растениям. Нельзя им разъедаться. Они у нас всегда должны быть наполовину в спартанских условиях. Пока я рассказывала про посадочную яму, вспомнила, что мы подробно обещали рассказать о всех почвах, но дальше глинистых так и не ушли. Обещаю исправиться. Шаг шестой. Плодородный грунт. Мы всегда пытаемся засыпать в посадочную яму плодородный грунт. Ну, было бы странно, если бы было по-другому. Хотя иногда это обоснованно. Есть такое модное слово, долго его очень учила, лайфхак. Так вот, обязательно добавьте вашей родной земли. Где-то процентов 30. Какой бы плохой она вам не казала. Это позволит в будущем растению избежать еще одной ловушки. Зачем это нужно, мы также расскажем в одном из ближайших сюжетов. А пока просто примите наверху. Шаг седьмой. Корневая шейка. Самой распространенной ошибкой, которую делают садоводы, и которая приводит к гибели растения, это заглубление корневой шейки. Многие это знают. Но где эта загадочная корневая шейка и что это такое, непонятно. И бывает, что очень часто за корневую шейку принимают место прививки. Так вот, корневая шейка – это место, где ствол переходит в корни. То есть, там, где начинается первый толстый корень. Бывает еще, что если не очень хорошо утрамбовали дно посадочной ямы, то растение со временем проседает. И опять же, корневая шейка оказывается где-то там внизу. Многие решают эту проблему и посадкой на 3-5 сантиметров выше уровня земли. Но мне не очень это нравится. На мой взгляд, лучше просто хорошо утрамбовать дно посадочной ямы и без необходимости не копать котлован. Иначе даже посадка на 3-5 сантиметров выше вас не спасет. Не забудьте расчесать ком, если растение контейнерное. И обрезать металлическую сетку, если растение с комом земли. Подробные инструкции по выбору и посадке растений с той или иной кондицией у нас на канале есть. И повторяться здесь я не буду. Единственное напомню, что засыпая пространство между корневым комом и стенками посадочной ямы, следите, чтобы у вас не оставалось воздушных карманов. По этой же причине мы хорошо трамбуем грунт. Но на этом посадка растений не закончена. Переходим к следующему шагу. Шаг 8. Приствольные круги. Если у вас посадки на склоне или это крупные растения, то сделайте нормальный приствольный круг с бортиками. Может, это и не всегда красиво и вписывается в композицию или ландшафт, но лишним точно не будет. Впоследствии его можно будет убрать. Шаг 9. Полив. После всех этих манипуляций обязательно пролейте растения. Хорошо пролейте, не жадничайте. Причем поливаем, какая бы погода ни стояла и в какое бы время года вы не сажали. Это очень важно. Важно пролить после посадки. Важно первые несколько лет следить, чтобы грунт всегда оставался влажным. Недолитое растение никаким эпином, цирконом, антистрессом, экогелем вы никогда не спасете. Проще просто поливать. Шаг 10. Мульча. Почти все пишут, что после посадки нужно замульчировать. Это, конечно, верно. Но, опять же, есть случаи, когда в этом нет необходимости или даже нежелательно. Ролик на эту тему также есть в описании и плейлисте. Дмитрий очень подробно и с примерами освещал эту тему. Шаг 11. Распорки. Если растение высокое, поставьте его на распорки. У Дмитрия, опять же, у нашего Дмитрия, есть целый сюжет, где он рассказывает об этом. Вы думаете на этом все? Нет. Есть еще одно правило и очень важное. Шаг 12. Никогда не сажайте растения в плохом настроении. Они это чувствуют. И потом очень долго приживаются и болеют. А вот теперь все. Хорошего вам настроения, здорового сада и удачных покупок.